Что, блядь, творилось в моей голове? Как стыдно. Привет, Ютуб, с вами Ларин, вдохновившись шеей Лабаф. Я хотел бы сделать очень странный ролик, записать, как я смотрю, мою реакцию своих собственных самых старых роликов, записанных аж в начале 13-го года. Поехали, во всех смыслах. Демонология для самых маленьких. Чё, блядь, я назвал? Только вы не в России. Только вы не в России. Блядь, почему опять в России? Здесь приходится реализовывать девальский замысел через какую-то клоунаду. Танцы в храме Стаса Михайлова, блядь. Что, человек, повери. Восьмой? Почему я, блядь, не могу получить тело, которым до меня не пользовалось семь демонов? Нет, я, конечно, смирился, когда Мэлсоном... Какие, блядь, демоны. ...четилый Павл Дуров у меня был в конце. Но этим-то тщедушным тельцем и душой я мог и начать. Ну, это работа ты сейчас. Сам Святой Петр охереет, когда услышит. А уж он дознает толп в воротах. Ссылочка. Совсем забыл этот Дуровский ищет привычки. Удивительно, что люди продолжают верить в то, что они могут продать душу и за это улучшить какие-то материальные блага или успешность. Если мы захотим, у нас будет и ваша душа, и тело. И все это совершенно бесплатно. И вы ничего за это не получите. Скорее, наоборот, потеряете последнее. Вы только посмотрите хотя бы на этого парня. В разное время в нем гнездилось с силой демонов. А это реально немало. Мне кажется, сценарий здесь был такой, судя по тому, что у него вообще ничего нет. Бельфигор щедро одарил его ленью, и он лишился финансовых перспектив. Молох привил завязь... Нахуй я помнил все свойства этих ебаных демонов. ...заставил трахнуть случайную женщину, и парень потерял последнее. Любовь всей жизни. Я знаю этих ребят, они творят страшные вещи, поверьте мне. А я... Я научу его, как с этим всем покончить. Значит так. Записываем свои мысли на бумагу, вкладываем в них всю душу, пишем на видео, монтируем, заливаем на YouTube, и ждем комментариев. Так-так, вот, уже привились. Нет-нет, этого мало. Жди еще, еще-еще. Ну, ну как? Блять. Как бы все норм. А кто рисует еще одну палочку? Я как бы понял посыл. То есть, демон вселяется в ютубера, и любой ютубер, ну то есть успешный, держим демоном, продал душу дьявола. Дьявол, боже мой. Мне не то, чтобы стыдно за этот ролик, мне и стыдно, и непонятно ни хера. Всем привет. С вами пока что еще Ларин, и я знаю, о чем вы подумали. Какой же умилый у него диван. Ну вот видите, я еще пытаюсь шутить, но я уже никогда не буду прежним. Внутри меня только пустота и убивающий диагноз. Что вы знаете об обсуде и опустошении? А? А вы, господин Капка, францесс, замок, пропавший без вести. Это просто сказки на ночь. Чертов ты, пражский оптимист. Франц. Горе пришло, что называется, откуда не ждали. Чего уж сейчас стесняться? Беда настигает лучших. Что, блядь? Наказание не способна мне Богом, в которого я никогда не верил. Но я сейчас не поверю ни за что. Надежду я на счастливую жизнь уже не может просто. Я знал, что у меня очень мало. Бесконечно мало. Мало. Я сейчас сам, блядь, заплачу. Чё, блядь, за временная петля? Чувак, спорю, у меня член длиннее, чем блядь. Спорю. Ну что? Легко? Один из комментаторов здесь, на ютубе, как-то написал мне что-то вроде «Для таких картавых пидорасов, как ты, в раду предусмотрен отдельный котел». Чистая правда. Звучит как оскорбление, не правда ли? Но, знаете, я благодарен этому парню. Я предупреждён. Видимо, он однажды пережил клиническую смерть и побывал именно в таком месте. У него непростая судьба. А картавить я всё равно не перестану, потому прав и второй комментатор, который предположил, что в нашем городе перебили всех логопедов. Я лично придушил последнего после неудачной попытки верно произнести «Три дрова руба, рубили дрова». Ужасно. Это даже мне кажется, это даже, блядь, мне кажется омерзительным. Вот эта фраза мною извращённая. «Три дрова руба, рубили дрова». Сейчас я могу сказать, это более изящно, как мне кажется. Боже. И называть своего собеседника долбоюбом. Нет. Я не понимаю, почему я так медленно говорю, почему я не жестикулирую, не эмоционирую. Такое ощущение, что 25 лет своей жизни, а именно в этом возрасте я начал снимать ролики, я просто жил, блядь, под какими-то, не знаю, даже не антидепрессантами, а транквилизаторами, блядь, лошадиными. И что с этой мордой? Давно, совершенно случайно, на улице я встретил своего старого знакомого. Не то, чтобы это был друг, просто несколько лет назад мы с ним, с Сашей плотно общались, у нас были общие интересы. Мы разговорились, и речь зашла о работе, и он очень удивился, когда узнал, что я оставил менеджерскую должность в офисе и ушёл во фриланс. Трусторий. Более того, его негодование не прошло, даже когда я рассказал ему о преимуществах, мол, за тех же, ну или чуть меньше, деньги. Мне не приходится вставать ежедневно по одному расписанию и чувствовать себя рабом. Он просто не понял этого, а скорее наоборот, начал смотреть с каким-то пренебрежением на меня. Это просто, блядь, другой человек. Серьёзно. Он продолжал проявлять любопытство, на отличие от меня, и спросил, жмёлся ли я на Ольге, на девушке, с которой встречался в то время. Я ответил, что нет, и нам пришлось остаться, потому что она поебывала мне мозги. Он вновь удивился и сказал, что я сделал это зря, ведь она была отличной партией для меня. Прямо слеза наворачиваются, но это как бы трудсторий. Принематель. И вообще, она выглядела, как кукла, а к её поебыванию мозгов можно было со временем и привыкнуть. Я подумал, что мне его просто жаль, ведь он готов всю жизнь терпеть, ебли своих мозгов, получая взамен сомнительное преимущество. Мне кажется, его отношение ко мне продолжало портиться. Диван? Диван-то какой вы зацените? Собъединяло в прошлом. Это была любовь к гитарам, гитарным усилителям, примочкам и подобной технике. Это было очень кстати, потому что необходимо было сменить тему, потому что он меня конкретно подзаебал со своими расспросами. Я знал, что он хотел купить себе Gibson Les Paul. Это культовая такая дорогая гитара американской сборки. И я спросил, приобрел ли он её. Он ответил, что нет. И рассказал о том, что познакомился с девушкой, звонящей встречаться. Позже они съехались. Точнее, она переехала к нему. Сначала приобретение гипсона перенеслось на некоторый срок, но после этого, когда сумма уже была скоплена, девушка, эта тёлка, она запретила ему приобретать гипс. Она сказала, что это очень глупо и нерационально. И более того, ему никогда не стать рок-звездой. Я его проглатил. Я не купил гипсона. Не купил эту гитару, о которой я мечтал столько лет. Такие истории надо подавать злее, серьёзно, потому что это вот именно та история, которая мозги-то заставляет вскипать. Я очень странно здесь выгляжу. И удивительно, как у меня вообще были бабы, блять, в том возрасте. Надо быть конченным толбоёвом, чтобы позволить тупой пизде сломать твою... Что это означает? Чем-то тупая пизда, это вот так. Но они концентрированы, согласитесь, история. Они буквально 3,48, и там прям история такая стержательная. Возможно, есть смысл ввести снова эту рубрику. Я прям вдохновился. Подача, конечно, говно. Выгляжу, как у ебаной вообще. Типа, я как-то купил рекламу у Бродвей. Ну, у меня немного трат было, как я сказал, вот весь мой топовый блогинг. Сейчас к миллиону дела идёт. За всё это время я потратил 8 тысяч рублей на всю рекламу, и я покупал лайк у Бродвей. И Бродвей мне написал, ну, после того, как он сделал там этот лайк, когда эти лайки ещё работали, он мне написал, типа, чувак, поставь свет по-другому. То есть, сейчас отмотаем, вот нахуя я так сделал, типа, мне прям в уши светило такое ощущение, что я хотел показать. Уши – это лучшее, что есть в моей жизни. И ещё, то есть, я не жестикулировал совершенно, как видите, только в конце. Тупой пиздец, там, ну, вот это говно. Какой-то человек в комментариях написал, если посмотреть Ларина со скоростью 8х, то вы увидите, как он себе аплодирует, потому что, типа, все мои эмоции, они вот так вот, вот такие. Я очень смутно помню, что в этом ролике «Психоаномитик или смерть» я помню охуительные истории, так назывались предыдущие ролики, ну, вот истории, и демонологию, но вот это я помню смутно, «Психоаномитика или смерть». Уже стрёмно, обычно так выглядят люди в видеочате, которые хотят, ну, понимаете, что сделать. «Доктор, у вас бесконечно уютная приёмная, уж поверьте мне, мои поздравления. Чувствуешь здесь себя как дома, всё располагает к откровению. Как вы добились этого эффекта? Аромалампы, вложитель воздуха, фаншуй, расширитель церина. Что это, блядь? Ну, ладно, мы здесь, чтобы решать мои проблемы в первую очередь, вернее, всего одну проблему. У меня ужасно сильные перепады настроения, и не раз чувствуешь подниму. Что, блядь, творилось в моей голове? Как стыдно. Думаю, кураешь, будто весь мир распростёр тебе дружеские объятия и говорит, ты фантастически в перспективе умова. Вперёд, но уже через мгновение. Панический страх и ужас, подобный падению в бездну безысходности, отчаяние сковывают все мысли. Не пропуская ни одной, даже самой тщедушной. Нет-нет, ничего страшного. Я слышал про этот метод, мол, содержимое карманов рассказывает о пациенте больше, чем он сам. Какой, блядь, метод его не существует? Мне кажется, просто я не знаю, почему мне иногда кажется, что он должен быть, должен быть рядом. Окей. Просто кажется, что он должен быть у меня всегда под рукой, я не знаю. диктофон. Я люблю записывать свои мысли, что-то интересное. Оставь. Что ж, ладно. Когда эта сука уснёт, вам покрою. Да бог с ним, с тестом. Доктор, вы лучше скажите, по пермичной симптоматике, на что это похоже? На что это похоже, доктор? Что со мной, док? Да, вы только что видели, видели рука-лицо, я думаю, этот жест ещё повторится не раз в процессе сегодняшнего вечера. Ну и, конечно, скетчи, да, я снимал скетчи. Это была, конечно, не большая дымящаяся куча скетчей, но это были скетчи. Каждые три секунды в мире умирает ребёнок. Вдумайтесь. Когда звучит щелчок, ребёнок погибает. Вот один. Ещё один. Чья-то дочь. Чей-то сын. И безумно больно осознавать, что это работает только с детьми. Бат, покажи фокус. Легко. Итак, возьми карту и не говори мне какую. Вот, лох. Чувак, ты в курсе? В Голландии теперь любой желающий может пожениться на домашнем животном. А что, разве можно пожениться на каком-то другом? Пиздец странно. Я считаю, что мужчина должен найти свою любовь. Настоящая любовь достойна этого. Поэтому уже третий сутки я еду в другой конец страны, чтобы найти свою любимую. Расстояние делает мои чувства только крепче. Кстати, в этом городе шлюхи по 300 рублей заменят. Это за годом? За годом 350. Это первый ролик мой, в принципе, когда я задействовал актеров, ну, вот этих двух чуваков, как вы видите. Не очень помогло, по-моему. Алло, я жду ребенка. Нет, даже речи быть не может. Территория перед садиком слишком хорошо просматривается. Папа, что такое сексизм? Не знаю, спросил своей тупой самки-мамаши. Отче наш, господи правильный. Ты всегда был так добр со мной. Прояви благосклонность свою и сейчас. Мне сегодня так нужна твоя поддержка в моем начинании. Аминь. Заходит и в суд в гей-клуб и начинает возлюбить ближнего своего, а ему и отвечают хором. Уже. Ну и, конечно, я наткнулся на самую первую чат-рулетку, видеочат Ночь на земле. Сейчас, на данный момент, снято их около двух сотен. Ну, потому что, не знаю, мне кажется, это мне даже помогает в коммуникации с людьми и все такое. Ну, это хороший формат, как мне кажется. Первая же какая была, давайте заценим. Смотри, смотри, смотри. Я их читаю, Вась, есть такая штука называется чтение по буквам, по словам. Нахуй читали, они себя показывают, рассказывают сами. Я ощущаю, что я просто как кисак, понимаешь, старый мужик с ребенком. А ты, ты что? Я понимаю, я просто испытываю разные фрустрации, я любого его спасли, мальчик. Блядь. Это правда было, да, такое действительно было. Раньше был женщина. Чего, блядь. Видишь ли, печь в деспублике, четыре лица. Так у вас прям. У меня нет цветка, видишь, у меня поле ка. Как тебя обманываешь? Сиона. И сейчас как делаешь? Петрила. У меня будет тоже скрошенные локоны. Как тебя прям, Каштаны. Я прям сейчас ощущаю их фантомное предоставение. В той глухой сибирской перемушке не было шансов заработать грамотер конституции. Че, блядь, какая сибирская обманываю решение, что семи минуты полы, как мне. Ну, как ты знаешь, будут фантыки, будем ничего отместить. Так. Ставать, ты хочешь, ты хочешь, не хочешь, так, собираться. Я сейчас разбужу твою маму, и она, так вот здесь, вот она лежит, понимаешь, я не хочу ее убить. Она сейчас подойдет и увидит, что ты делаешь. че, буквально не понял. Боже мой, какой стерк. Я могу, 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 я могу. Я могу, я могу, я, я, суицидникам, самому. А, забавный парень, да, я, помню. Типа угрожал мне тем фактом, что он станет суицидником. Тут показано, это вот буквально в течение нескольких месяцев эти несколько роликов, да, первый и последний, который мы сейчас смотрим, произошли, и тут видны изменения, типа я уже начал жестикулировать, как-то эмоционировать. Не знаю, может быть действительно опыт видеопроизводства помог, или потому что я стал вегетарианцем 2.0, я начал курить брокколи. Никто в мире так не делает, один я, курю брокколи, и действительно помогает. Может быть, не знаю, благо брокколи не наркотик, я никак не связан с этим запрещенным на территории России развлечением, поэтому и вам не советую только брокколи. Спасибо, что были здесь, спасибо за внимание, с интересует футболка, вы знаете, где ее найти, в моем магазине Лариншоп, в описании ссылка. Самое главное, что я понял, в какой момент я стал уже более-менее самим собой, начал жестикулировать, как-то эмоционировать, пытаться коммуницировать с людьми более активно, ну не для того, что типа, о, какие прекрасные люди, мы один мир, мы все вместе, а потом для того, чтобы, ну, немножко издеваться над ними, использовать их, так что коммуникация обладает не только доброй, вообще славным парнем, как вы знаете, быть плохо. Вот этот ролик, наверное, вверх, после этого все стало относительно хорошо, и появился целый ряд новых форматов, которые вы можете изучить, полистав старые ролики, новые ролики на моем канале, подписаться, и, надеюсь, я буду удивлять вас дальше. Всем пока!